В Республике Адыгей несколько дней работала съемочная группа федерального телеканала «Россия-1». Журналисты собирали материал для телевизионного сюжета в программу «Вести недели». В репортаже планировали рассказать о развитии в регионе туризма, сельского хозяйства, экономики и спорта. Одной из тем был бренд «Адыгейский сыр». И для кого не секрет, что его готовят практически в каждой семье. Но далеко не в каждой это могут делать мужчины. И одним из таких является житель Алла-Кашихабль Асланбеч Псапитов, который не раз был героем наших программ. Скорее всего, именно этим он привлек внимание съемочная группа телеканала «Россия-1». Опускаем, да? Опускаем. Вы можете рассказывать, что вы делаете? Да, опускаем, чтобы хворост чуть-чуть на ног. А корзиночка из чего? Его выделили в руке. А почему она такой форма? Это специальная? Это специальная. Ну, что она дает? Она дает форму. Это специальная группа телевизора. Так, ставим сюда. Он сейчас готов. Да, давай, сюда. Ложите, не бой, не бой. Ложи, 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 ложи. Подробнее о цели визита в нашу республику, в частности в Кашихабльский район, мы поинтересовались у Анастасии Саховской, корреспондента программы Вести. Скажите про цели вашего визита к нам в Адыгею и именно в нашу Кашихабльский район. Мы съемочная группа телеканала «Россия-1», программа «Вести недели», и сейчас мы готовим материал на эту итоговую программу. Там есть такая негласная рубрика, фактически еженедельная, про регионы России. И вот пришла очередь Адыгею, поэтому мы здесь в командировке. Эти сюжеты предполагают освещение всех аспектов жизни регионов, чем регион богат, чем он знаменит, какие у него потенциальные точки роста, чем он инвестиционно привлекательный. То есть это такой комплексный и позитивный взгляд на регион. И поэтому, когда мы планируем съемки, мы выбираем несколько эпизодов, ну, их может быть достаточно много, чтобы осветить жизнь региона со всех сторон. И, ну, собственно, Адыгей немыслимо без адыгейского сыра. Это словосочетание само адыгейский сыр знают абсолютно все. Его знают не только в России, но и в мире. И поэтому мы приехали сюда, к прекрасному фермеру и к коренному жителю, который занимается этим делом всю жизнь, чтобы из первых рук узнать, как готовится адыгейский сыр, в чем его секрет. И немножко попробовать самим, как оказалось. Это замечательно, интересно. Ваше впечатление от того, что вы увидели, узнали? Ну, во-первых, очень гостеприимно. То есть прием невероятно теплый, невероятно дружелюбный. Все готовы показывать, рассказывать. И очень чувствуется любовь к краю, к традициям, к тому, чем занимаются люди. Вот. И это, помимо того, что очень интересно, еще для нас очень полезно. Это именно то, что мы хотели. Потому что, с одной стороны, вот этот эпизод для нас и сочетание традиций и современности, потому что это и современный бренд. Он производится и в промышленных масштабах, и импортируется. И понятно, что и в каждой семье его варят просто для себя. То есть это действительно такое сочетание сразу всех факторов, которые нас интересуют. Вы непосредственно сами принимали участие в готовке. Да. Вам трудно? С какими трудностями вы столкнулись? Ну, нет, в общем, я, поскольку хозяйка, да, мне привычно готовить. Но сыр я варю впервые в жизни. Я единственный раз мне приходилось наблюдать, как варят сыр греческий в фитаке. Но сама я никогда в жизни сыр не варила. Ужасно увлекательный процесс, он затягивает. Ну, вот, надеюсь, что первый сыр получился не комом. В общем, если отточить навык, думаю, что, может быть, и будет лучше в будущем. О вкусе что вы можете сказать? И вообще, вы в первый раз его сегодня попробовали? Или до этого? Нет, конечно, я пробовала адыгейский сыр. Но здесь он вот, он с костра, он свежий. Это то, о чем говорил хозяин. Он с дымком, он вот с пылу с жару. Это, конечно, совершенно фантастический вкус. Потому что уже когда покупаешь его в магазине, это совсем другое. Он тоже, безусловно, очень вкусный. Но когда он приготовлен только что, еще и, в общем, почти своими руками, это совершенно особый вкус. Приятели вы еще вот такие? Вам понравилось вообще у нас? Да, мы еще в процессе познания. То есть мы здесь всего третий день. Но уже успели много увидеть. Мы успели увидеть и красоты в первый день. Это были горы потрясающие, совершенно отличающиеся от всех гор, которые я видела до этого. То есть это абсолютный такой колорит, за которым мы сюда и ехали. И природа, прежде всего, потрясающая совершенно. Люди очень гостеприимные. Поэтому я надеюсь, что у нас будет еще шанс сюда приехать, конечно. По крайней мере, желание точно есть. Мы надеемся, что подобные визиты центральных телеканалов к нам в Адыге будут продолжаться и впредь.